Максим с содроганием вспоминает день, когда на него напала свора бродячих собак. Случилось это в Добром, в районе остановки театра «Разгуляй». Раньше молодой человек видел подобные сцены только в фильмах ужасов, когда животные нападают на человека. И никогда не думал, что сам станет главным действующим лицом этой мизансцены в реальной жизни. Сейчас Максим в больнице. Я, естественно, начинаю уже бежать. Побежал, они за мной, повалили меня. Начали за ахилл кусать. Покусали, повалили, все, начали грызть руки, ноги. Ну, вот так вот. Как бы я с вёдочкой лежал, и меня грызут со всех сторон. Врачи наложили мужчине более 20 швов. В больнице Максим провел несколько недель. В бинтах до сих пор руки, ноги, спина. По его словам, все могло бы закончиться гораздо хуже, если бы не случай. Максим спас проезжающий мимо автомобилист, который испугнул местных церберов. 742 человека обратилось за 2018 год к нам, укушенные. Не только собаками, а любыми животными. Значит, в нашем учреждении работает круглосуточно антирабический кабинет. Мы оказываем антирабическую помощь всем, кто обращается сюда. Из больницы мы отправились на поиски собак. Наша остановка в районе театра «Разгуляй». Сейчас днем эта часть улицы Добросельской кажется тихой и безопасной. Но все меняется с заходом солнца. Очевидцы говорят, что ночью эти территории превращаются в аномальные зоны. И здесь речь идет вовсе не о потусторонних силах. Каждый человек, который живет в районе остановок театра «Разгуляй» и «Сунгирь», может стать жертвой бродячих собак. Жительница дома на Добросельской Марии рассказывает, что по вечерам ей с братом приходится встречать маму с работы. Семья опасается, что из-за местных свор собак женщина может не добраться до дома. Я неоднократно являлась свидетелем того, как люди, идущие со стороны остановки «Сунгирь», подвергались нападению стаи собак в количестве где-то 7-10 штук. Люди пытались скрыться во дворах жилых домов, отбивались сумками и бежали с криками «Помогите». Также видела, что собаки нападают на проезжающие машины. Видел в интернете, в новостях, что действительно человека покусали в районе остановки Егорова, и что он получил очень значительные увечья, и что сейчас находится в больнице. В одной из социальных сетей нам удалось найти видео, где стая бродячих собак разгуливает прямо по проезжей части, окружив автомобиль. Судя по описанию к видео, все происходило в районе остановки «Сунгирь». Если в подобной ситуации оказывается взрослый, спасти есть шанс. Хотя, как показывает пример нашего героя Максима, не без посторонней помощи. Но ведь в этом спальном районе очень много детей, и каждый день они ходят в школу, и некоторых из них не провожают родители и бабушки. Получается, жизнь каждого школьника в этом микрорайоне в опасности. Особенно, если речь идет о детях, которые учатся во вторую смену и возвращаются домой в темноте. Как раз, когда свора выходит на охоту. Собаки немаленькие, крупные. То есть, если человек втроем нападут, то запросто завалить могут. Целая стаи собак, количество, наверное, 10 штук, бежали за машиной. Очень страшно. Надо их как-то, наверное, отлавливать. В нашем городе отлов бродячих собак контролирует администрация. Чиновники заключают контракт с организацией по отлову потенциально опасных животных. Как же работает этот механизм? Этот вопрос мы адресовали ответственным лицам. По словам чиновников, в данный момент ведется открытый аукцион на заключение муниципального контракта по отлову и содержанию бездомных животных. Но это вовсе не значит, что до момента заключения контракта, то есть в течение первых недель января, никто этой темой не занимается. Заключен управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира временный контракт с компанией ООО АМЕСТ на производство соответствующих работ. Поэтому вы можете обращаться по телефону 464240, а это диспетчерская этой компании. При этом представители администрации города уточнили, что сотрудники этой организации обязаны в течение суток отреагировать на вызов и произвести необходимые работы по отлову. Также, по словам чиновников, граждане могут обратиться в управление ЖКХ администрации города Владимира по телефону 33 27 77. А мы, в свою очередь, просим специалистов по отлову бродячих животных разобраться со сворой бездомных собак, которые держат в страхе целый микрорайон города. Алексей Домнин, Егор Хребко, 6 канал.